Главный прокурор Международного уголовного суда намерен добиваться выдачи ордеров на арест руководства Израиля, включая Нетаньяху и лидеров Хамас. В Исламской республике Иран объявлен пятидневный траур в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси в результате крушения вертолета. В Эстонии проживают более 300 тысяч русских. Голоса этого крупнейшего нацменьшинства могут сыграть важную роль на выборах в Европарламент. Главный прокурор Международного уголовного суда заявил, что намерен добиваться выдачи ордеров на арест руководства Израиля, включая премьера Нетаньяху и лидеров Хамас. Карим Хан заявил, что Нетаньяху, его министра обороны и три лидера Хамас, Яхе Синвар, Мохаммед Дейв и Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа и Израиля в ходе семимесячной войны. Прокурор должен запросить ордера у досудебной коллегии из трёх судей, которым требуется два месяца, чтобы рассмотреть доказательства и определить, можно ли продвигать судебное разбирательство. Израиль не является членом суда, отмечают обозреватели. И даже если будут выданы ордера на арест, его руководству не грозит судебное преследование. Глава израильского МИДа назвал решение прокурора Мус историческим позором, который запомнится навсегда. Группировка Хамас также осудила его, заявив, что прокурор пытается приравнять жертву к палачу. В Иране объявлен пятидневный траур в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси в результате крушения вертолёта. Инцидент под данным агентством ТАСНИМ унёс жизни не менее восьми человек. Среди жертв катастрофы также глава МИД Исламской Республики, губернатор провинции Восточный Азербайджан и Аятала провинции Тибриз. Трагедия разыгралась в воскресенье. Раиси возвращался из иранской провинции в Восточный Азербайджан, где он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии ввода в строй плотины на пограничной реке Аракс. Инцидент произошёл на фоне войны Израиля с террористической группировкой Хамас. С начала войны в Газии Израиль время от времени наносит удары по иранским проксисилам в регионе. Месяц назад Иран запустил сотни беспилотников и ракет по Израилю. Израильский чиновник на условиях анонимности заявил агентству «Рейтер», что Израиль не причастен к смерти Раиси. Одними из первых соболезнований в связи с гибелью Раиси выразили Россия, Турция и Китай. Израильский чиновник на условиях анонимности заявил, «Мы мыслями с семьями погибших», заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Похороны жертв катастрофы, как сообщается, пройдут в городе Тибрис во вторник, 21 мая. В соответствии с Конституцией Исламской республики Иран, внеочередные президентские выборы должны состояться в течение следующих 50 дней. Временно исполнять обязанности президента Ирана будет вице-президент Мохаммед Махбер. В Эстонии проживают более 300 тысяч русских, что составляет более 23,5% от общей численности населения. Голоса этого крупнейшего нацменьшинства способны сыграть важную роль на предстоящих выборах в Европарламент, отмечают наблюдатели. Кандидат от центристской партии Яны Тоум среди них весьма популярна. Сторонники Яны Тоум настроены в большинстве своем проевропейские. Эта часть русскоязычного электората дистанцируется от действий России. Молодые эстонцы, выходцы из русскоязычных семей, признаются, что прежде всего хотят навести мосты между существующими в стране этническими группами. Есть в Эстонии и политики, представляющие явно пророссийскую позицию. Например, довольно популярный Айва Петерсон, кандидат в депутаты Европарламента. Сейчас он находится в тюрьме, но трудно предугадать, кому отойдут голоса его сторонников. При этом следует учитывать, что не все говорящие по-русски и проживающие в Эстонии смогут голосовать на предстоящих выборах. Конгресс ультраправой испанской партии ВОКС в Мадриде собрал 11 тысяч сторонников, а также видных союзников из других европейских стран. Среди присутствующих на митинге была и лидер французских ультраправых Марин Липен. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к собравшимся по видеосвязи, так же, как и глава итальянского правительства Джорджо Мелони. Она призвала ультраправых и консерваторов консолидироваться накануне выборов в европейский парламент. Мы в виспорах ультраправых выборов в европейских выборах. Потому что за первую очередь результаты в европейских выборах может наконец-то закончиться с большими антинатуральными и контрапродуктами. Мы должны держать их вверх, держать их на земле и на взгляд на горизонт. Выступление на митинге еще одного важного гостя президента Аргентины Хавьера Милея спровоцировало напряженность в отношениях с Испанией. Милей подверг критике левоцентрическое правительство страны. Он напомнил о недавнем скандале вокруг супруги премьеры Педро Санчеса, который чуть не стоил ему отставки. Высказывания Милея в Мадриде сочли нарушающими дипломатические обычаи и отозвали своего посла из Буэна-Сайриса. На встрече звучали заявления против нелегальной миграции и политики ЕС в сфере экологии. Одновременно с форумом консерваторов неподалеку собрались представители левых и антифашистских движений. Демонстранты высказывали свои опасения по поводу роста ультраправых настроений в Старом Свете, не стесняясь называть собравшихся консерваторов фашистами. Выборы в Европарламент должны пройти с 6 по 9 июня. В Мадриде тысячи людей вышли на демонстрацию в защиту системы общественного здравоохранения. Они обвиняют правые региональные власти в сокращениях расходов, что уже приводит к увольнениям медперсонала, нехватке места и очередям в больницах и поликлиниках. К манифестантам присоединился и министр здравоохранения Испании. По данным участников, их акция собрала 200 тысяч человек. Полиция насчитала только 18 тысяч. 17-летние граждане Греции впервые смогут проголосовать на предстоящих в этом году выборах в Европейский парламент. Три ученицы одной из афинских школ поделились с Евроньюз своими надеждами и опасениями за несколько недель до июньского голосования. Είναι αυτή μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία, ώστε εμείς οι νέοι, 17 χρονών, να πάμε με την ψήφα μας να διαμορφώσουμε την Ευρώπη και να βάλουμε καινούριους ανθρώπους μέσα στην Ευρωβουλή, που θα εκπροσωπούν καλύτερα τις ιδέες μας, τα θέλω μας και ουσιαστικά την Ευρώπη που θέλουμε να δούμε εμείς το μέλλον. Ασχολούν ζητήματα σίγουρα με το θέμα της παιδείας, το περιβάλλον επίσης είναι ένα φυλεγόμενο θέμα που πρέπει σίγουρα να δούμε και σίγουρα η ειρήνη σε ευρωπαϊκά... Ещё одну ученицу этой школы мы спросили, следит ли она за новостями из Брюсселя. «Πάναμε διάφορα προγράμματα στο σχολείο, αλλά και από μόνη μου και γενικά ρωτάω και ενήλικες στο οικογενικό μου περιβάλλον». «Ποτοδιαδίκτυο καθόλου ενημερώνεσαι» «Ε, ναι, προφανώς, γιατί αποτελεί και ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής, της δικιάς μου και όλων των συνομιλίκων...» Τρетья наша собеседница так же решительно настроена голосовать. «Πιστεύω πως δεν υπάρχει νέος που να παρατηρεί την κοινωνία του και να μην βρίσκει σφάλματα». «Αλλά πιστεύω πως οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε ανίκανοι. Όμως με την ευκαιρία που μας δίνεται η φωνή μας μπορεί να ακουστεί και σε ευρωπαϊκές διαστάσεις και να βγάλουμε εκπρόσωπους οι οποίοι οι απόψεις τους θα συμβαδίζουν με τις δικές μας και θα μπορούν να περάσουν τα πιστεύω μας στην Ευρώπη». «Πιστεύω δευτεί τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο εμείς οι ίδιοι που δεν ενημερωνόμαστε πλήρως για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις ευρωεκλογές γενικότερα, πιστεύω ότι οι περισσότεροι νέοι το βλέπουν σαν βάρος το ότι έχουν να πω να ψηφίσουν». «Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και τα πολιτικά κόμματα, σε αυτές τις ευρωεκλογές επιδιώκουν να προσέρθουν στις κάλπες όσο πιο πολλοί νέοι γίνεται. Στις 9 Ιουνίου, νέοι και νέες άνω των 17 ετών έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Όπως λένε, υπάρχουν πολλοί βασικά ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η παιδεία, η υγεία, η εργασία, η κλιματική αλλαγή και η τεχνολογία». Από την Αθήνα για το Euronews, Γιώργος Ζημητρόπουλος.